Твоя булочка? Нет! Где взял? Там взял? Да! Кто купил? Ты? Нет, папа твой купил. Папа молодец вообще, вон. Какие хочешь булочки купит, когда голодный домой едет. Очень голодный возвращается домой. Всё-таки не может он без колбасы. А мы можем, да? Ага. Нет, сына, ты кашу будешь. Всё. В моих боках будет виноват сам Серёга. Я обожаю, когда вот тут не до конца как бы пропечённая. Такая вкуснота с манной кашей. Калории. Твою жизнь��... Твою жизнь. Твою жизнь. Зашли примерно посмотреть ткань на бортике дочи я как должна выбрать смотрите как как здесь выбрать когда тимофе брали все было попроще не было такого контейнера и Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь поскорее бы высохла. Я в субботу так хорошо готовилась к выходному. Наготовила. Сегодня вторник. Вот сейчас в обед будем приедать. Тут наподобие лагмана. Ну, с рисом получается ганфан. И была еще тушеная картошка с мясом. Ее вчера осилили. Вставай! Ну, что ты ползаешь в последнее время? КОНЕЦ Ну, и как тебе нравится? Мне тоже. Итого вот, что у нас получилось. Вот такая новая скатерть. На базаре сколько смотрела? Ням-ням. Давай-давай. Ням-ням-ням. Вкусно. Мне так и ни одна не приглянула, что вот прям хочу, не могу. И почему-то спонтанно в голову мне стукнул желтый свет. Захотелось, вот что ж с утра собрались и поехали. Но камера не передает реальный свет. Он не такой в жизни. Если вот так ближе подойти, то вообще светлый. Вот так подальше. Желтый, но не до конца. С этой стороны более горчичный. Мне так нравится. На кухне остается все меньше и меньше мелочей. Что хочу сказать. Чем проще, тем лучше. Вкусняшка. А, вкусняшка мой. Уже просыпаться надо. Полдник за новым столом. Приятного аппетита. Да. Тоже хочешь? С папой потом. Вопрос с ужином и завтрашним обедом решен. Вот бывают же дни, когда ну неохота готовить. Вот нету желания. Сегодня это про меня. Пельмени покупные, но домашние. В магазин, который мы ходим возле дома почти каждый день, продавец там только сегодня заметила, что я нахожусь в положении. Ну, конечно же, спросила, кого ждете. И у нее реакция, как у всех. Ой, девочка, это хорошо. Мамина радость будет. Ой, девочки, это другое. А мальчики, это что? Не радость. Я вот не понимаю. Меня, честно, вот это подразделение как-то, ну, обижает. Почему такое прям отношение именно к девочкам идет? Ой, девочка, это хорошо. Мальчик, а, ну, понятно. Лучше тогда вообще никак не комментировать. Конечно, хорошо, что они у нас будут разнополые. Но если бы был и второй мальчик, то это было бы тоже хорошо. Самое главное, чтобы ребенок был здоровый. Сейчас время такое, когда не пол имеет значение, а здоровье на первом месте стоит. На днях Сереге жаловалась, что перчатки рвутся, надолго не хватает. Он запомнил, и вот мне привез две пары. Вроде мелочь, а так приятно. Я говорю, а зачем две? Он говорит, в магазин зашел, увидел, что там эски есть. И вот какие были, взял. Тут возле дома выбор небольшой. Ну что, поиграю в садовода-любителя. Сейчас этот красивый цветочек с маленького горшка переедет в большой. Те, кто любят цветы, не кидайте в меня камнями. Я не знаю, как быстро он так разросся. Мне, когда его подружка отдала, он был гораздо меньше. А сейчас прям большенький стал. Ну, думаю, как раз вот этот горшок, что надо для него. Ну, как говорится с Богом, раз третий в своей жизни я буду пересаживать цветок. Безусловно, в этом всем что-то такое этакое все-таки есть. И тем не менее, это как-то, ну, не мое. Люблю зелень, ну, ухаживать, ну, правда, вот, не получается у меня. Я удивлена, что этот цветок вообще так разросся. И тут он, видимо, будет дальше разрастаться. Хочется, конечно. Что такое? Ты босиком? Да. Ну, иди на кровать, сейчас я доснимаю и приду. Одену. Тут будешь стоять? Да. Ну, а со вторым печаль беда. Когда она мне его отдала, он был побольше. Намного больше. Салинка, если смотришь это видео, сорян. Я не знаю, как так получилось. Но до этого у меня такой цветок тоже был, и он не прижился. А сейчас к этому подошла поближе все, посмотрела, рассмотрела и выяснила, что он на грани вымирания. Вот веточки, которые тут уцелели с корешками, их посадила. Ну, хочется верить, что все-таки разрастется, а то жалко как-то. А вообще уже очень давно хочу себе кактус какой-нибудь такой декоративный. Кажется, что он у меня приживется. Но я опасаюсь, что с ним тоже может случиться вот такая печать беда, и он завянет. Поэтому не решаюсь никак приобрести его. Ну, возможно, в ближайшем будущем осуществлю такую свою мечту.